Дорогие коллеги, давайте начинать. У нас время до без пяти трёх. И прежде всего я хотела представить наших уважаемых спикеров. Это Алексей Волин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Андрей Свинцов, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. Татьяна Никитина, заместитель начальника управления контроля рекламы и недобросовестной конференции ФАС, Сергей Пискарёв, советник генерального директора национального рекламного альянса и Алексей Поповичев, исполнительный директор Росбрэнда. Тема нашей сегодняшней дискуссии называется «Драйверы роста индустрии рекламы глазами государства». При этом, как мы знаем, за последние годы государство регулярно вводило определённые ограничения в рекламе, которые, в общем-то, росту её особо не способствовали. Я прежде всего говорю про запрет табачных изделий, запреты на рекламу крепкого алкоголя. Мы все знаем, что запрет на рекламу алкогольного пива также привёл к тому, что порядка 3% рекламных бюджетов не пришли. А сейчас мы знаем, что в коридорах власти обсуждаются потенциальные ограничения на рекламу продуктов с высоким содержанием калорий, транжиров, сахара и соли. И если эти ограничения действительно каким-то образом вступят в силу, то в этой ситуации рекламный рынок недосчитается порядка 10% рекламных бюджетов. Собственно, с этого волнующего у нас всех вопроса я бы хотела начать. Слово господину Вольну. Добрый день. Я бы, наверное, начал с того, чтобы призвал не считать обсуждениями в коридорах власти заявления или случайно пробежавших по коридору депутатов Государственной Думы, которые не поддержаны ни фракцией, ни комитетом, ни даже оформленным законопроектом, ни разного рода экзотические изыскания ряда наших коллег, близких к Министерству здравоохранения. На самом деле периодически возникают разного рода экзотические инициативы в отношении ограничений рекламного рынка, но, слава богу, большинство из них, оно разрушается и исчезает из публичного поля буквально после нескольких газетных публикаций или обсуждений в сети интернет, не будучи оформленными ни в какие нормальные даже документы, которые поступают на согласование втеряные ведомства. Позиция Министерства связи, она вам достаточно хорошо известна. Наша позиция заключается в том, что на самом деле наш рынок перерегулирован и перезажат, и необходима либерализация рекламного рынка. Я вместе с тем не согласился бы с прозвучавшим утверждением о том, что в последние годы происходит дальнейшее зажатие рекламного рынка, потому что как раз в последние несколько лет мы наблюдаем процесс общими усилиями определенного позитивных подвижек на рекламном рынке. Приведу только несколько примеров. У нас разрешена была за последние несколько лет реклама отечественных вин, у нас разрешена реклама безалкогольного пива, на время чемпионата мира, как я понимаю, у нас алкогольное пиво будет разрешено, у нас общими усилиями, нас, ФАСА и депутатов Государственной Думы, увеличены рекламные объемы в печатных средствах массовой информации с 40 до 45%, и мы выходим уже практически на финальные решения по бегущей строке, которая не будет зачитываться во время основной рекламы, что очень важно для региональных телевизионных компаний. В общем, показывают результат, что угрозы в отношении рекламного рынка, они на словах и декларативно продолжаются, а на самом деле позитивный процесс в отношении либерализации рекламного рынка де-факто набирает силу. Мы очень надеемся, что этот процесс будет продолжен. Спасибо большое за такие позитивные новости. Вы как раз упомянули рекламу безалкогольного пива. Я бы хотела предоставить слово сейчас господину Аразу Дурдыеву, директору правовым вопросом компании Sun&Bev. Араз, я знаю, что вас волнует вопрос, связанный чемпионат мира по футболу и с возможными ограничениями, которые будут в связи с этим до и после. Да, вы знаете, действительно очень отрадно слышать оценку про либерализацию этого законодательства. Мы всячески выступаем партнерами и предлагаем даже свои какие-то инициативы по саморегулированию, где-то по самоограничению, внести ясность и четкие правила ведения этого бизнеса для того, чтобы была предсказуемость, которая необходима. К сожалению, мы действительно в последнее время наблюдаем попытки где-то спекулировать на этой теме. Популизм, как обычно, перед выборами возникает большой соблазн у людей, скажем так, вокруг этих тем развить дискуссию. Более того, там был внесен даже законопроект по запрете рекламы безалкогольного пива. Мы можем сказать одно. Мы действительно наблюдаем последние два года позитивный тренд со стороны государства. Федеральная антимонопольная служба, большое им спасибо, на то, чтобы либерализовать действительно этот процесс. Мы первые, кто пришли сами с рекламы безалкогольного пива, которая формально не была запрещена до этого, но могла считаться зонтичным брендом. Мы пришли и четко договорились, в каком виде мы будем это делать. Получили, соответственно, на то валидацию экспертного совета FAS и так далее. И сейчас мы четко действуем в рамках этих самоограничений. Более того, те доводы, которые приводят оппоненты, что якобы все это сделано ради того, чтобы рекламировать основной бренд, пока не подтверждаются статистикой совсем. То есть у нас падение основных брендов продолжается где-то порядка 10% к текущему году по сравнению с предыдущим годом. При этом рост безалкогольного пива порядка 6%. То есть это абсолютно обратная корреляция. Мы видим, что это становится действительно отдельным продуктом, самостоятельным. Люди действительно делают выбор в пользу его в определенных событиях. И это уже не совсем, скажем так, та история, которая могла бы быть ранее, когда мы знали эти случаи, там вода, парламент, еще что-то появлялись. Более того, мы абсолютно точно наблюдаем ситуацию, когда любая реклама сейчас в области алкоголя, могу сказать, конкретно пива, она не провоцирует дополнительное потребление. Она скорее регулирует уже перераспределение лояльности потребителя внутри существующих производителей, существующих брендов. То есть на протяжении всего этого времени мы ни разу не видели увеличения потребления пива. Но мы видим, что действительно доля того или иного бренда, она растет. Это о чем говорит? О том, что опять-таки эта реклама не провоцирует на дополнительное потребление. Это просто некий выбор, да, издвигает немножко, значит, в этом направлении. Что с точки зрения, опять-таки, скажем так, здоровья нации не влияет так сильно негативно. Мы в большей степени пытаемся идти немножко даже впереди. Нам действительно законодательство и контракт с ФИФА, как основных спонсоров в пиве, позволяет полностью рекламную кампанию осуществлять на базе алкогольного пива. Это правда. Это то исключение, которое было сделано на период ФИФА. Но мы сознательно пошли на то, что, несмотря на то, что мы имеем это право, мы построили всю платформу на БАД безалкогольном, которое, по сути, нам не дало никаких преимуществ с точки зрения вот тех, скажем так, возможностей, потому что они у нас и так были. Но это некая наша такая социальная ответственность. Была большая война внутри с маркетингом на этот счет. Но, значит, удалось как бы действительно это сделать. Мы надеялись, что это будет оценено, в том числе нашими, собственно, представителями государства. Еще пока не общались на этот счет, надеюсь, что будет оценено. Да, поэтому всячески поддерживаем, пока просто не видим. У нас просто все совершенствование законодательства в последнее время почему-то, значит, приходит к запретительным мерам. Если нам что-то надо пересмотреть, это практически знак равенства, что-то еще дополнительно ограничить. То есть мы почему-то не думаем в позитивном ключе и позитивной такой адженде, да, как это сделать лучше, как это открыть, как открыть новые возможности, протестировать что-то. У нас почему-то все вот пока так. И мне очень, как бы, я говорю, отрадно, то, что этот тренд, он преломлен, да, и мы действительно вот слышим сейчас от представителей власти, что мы можем действительно думать в этом плане именно в позитивном ключе и как-то совершенствовать именно открывая эти возможности. Спасибо. Спасибо. Андрей. Какая позиция Госдумы относительно запретов рекламы различных продуктов? Еще раз, чего запрета? Позиция Госдумы. Запрета что? Запрета рекламы разных продуктов. А, ну это безусловно, да. Это самый наш любимый вопрос. Я вот являюсь автором законопроекта и о запрете продажи действительно фастфуда. Я являюсь автором запрета продажи детского шампанского и любых напитков, так сказать, даже косвенно напоминающих алкоголь, в том числе и безалкогольного пива. И свою позицию я безусловно отстаивать буду, и правительство здесь иногда идет на уступки компаниям, понимая, что действительно за деньгами пивных компаний, производителей алкоголя, производителей питания с повышенным содержанием сахара и так далее. То же самое я вносил законопроект, запрещающий рекламу товаров, значит, где глютамат натрия. То есть у нас позиция разная, и позиция наша в следующем, что и Минздрав нас в этом смысле поддерживает, поэтому позиция разных министерств, она разная. Нельзя сказать так, что правительство в целом поддерживает ту или иную позицию, нет. В правительстве разные министерства, каждый отвечает за свою. Минздрав, у него своя отчетность, ему нужно, чтобы каждый год улучшалось состояние здоровья, чтобы росла продолжительность жизни, чтобы снижалось количество алкоголиков, наркоманов и так далее. Количество заболевших сахарным диабетом и т.д. и т.п. Снижался средний вес наших граждан, улучшалось здоровье. Мы понимаем, что у Минздрава своя абсолютно работа, свои показатели, и точно так же они получают от премьер-министра, от президента и от нас, от депутатов, претензии абсолютно обоснованные, если эти показатели не улучшаются. И вот главная задача нас, как депутатов и представителей правительства, и представителей отрасли, найти вот этот компромисс. Вот моё личное мнение, что, безусловно, после Чемпионата мира по футболу будет трансформация. Мы неоднократно выступали о том, что действительно не должно быть двухсмысленности в рекламе, что слово «пиво» – это «пиво». То есть, и вы помните, была большая дискуссия по поводу, например, молока, что есть молоко, молоко из-под коровы, а есть молочный продукт. И что если вы используете на этикетках в рекламе слово «молоко», то там должно быть молоко, там не может быть порошок, разведённый водой. Тогда пишите молочный продукт, если это творог, то это творог, а не творожный продукт и так далее. И после 1918 года, я думаю, это моё мнение, но я не могу отвечать ни за всю Госдуму, ни за правительство, а безусловно, правительство даёт финальное, что называется, разрешение, так сказать, на обсуждение довольного вопроса и его принятие в Государственной Думе, хотя, казалось бы, у нас Конституция – это не так. Но, тем не менее, после 1918 года, я думаю, будет трансформация, и вот всё-таки вот эта лазейка по поводу пива безалкогольного и пива, так сказать, в ночное время, во время спортивных трансляций, наверное, это отойдёт, то есть к этому надо готовиться. В отношении продуктов, действительно, с высоким содержанием жиров и так далее, здесь, скорее всего, эта дискуссия будет длительной, в ближайшие пять лет, скорее всего, никаких жёстких ограничений не будет. Ну, просто, как господин Вольный сказал, что в кабинетах, в коридорах депутаты между собой или на фракциях мы действительно обсуждаем, насколько реально принятие того или иного закона. Конечно, депутаты иногда в день вносят несколько десятков законов, законопроектов, и они, конечно, могут быть разные абсолютно по содержанию и по сути. Многие из них законы исключительно популистские, которые, безусловно, никогда никуда не пройдут. Но вот в отношении пива, даже безалкогольного, здесь я всё-таки бы готовился к ужесточению, потому что депутаты, такие, как я, выходя на трибуны Государственной Думы, когда там стоит 30-40 телекамер, а, соответственно, за ними наш избиратель, то мы всегда говорим одно. Вот ваш ребёнок сидит и видит рекламу пива. Ребёнок маленький, он не понимает, ноль алкоголя, не ноль алкоголя. Его потом, когда вырастает, у него в голове остаётся пиво, или за столом он видит шампанское. Пускай оно детское, там, с пузырьками, оно вкусное, но он, когда вырастает, он к шампанскому, так сказать, ну, он уже привык с детства. Ему там с пяти, с десяти лет на стол на день рождения ставили детское шампанское. Поэтому с точки зрения избирателя, а мы, как говорится, люди избранные нашим избирателям, мы хотим, чтобы они понимали и на простом языке, человеческом, с нами, когда общаются, они говорят, что мы за ограничение употребления алкоголя. И вот Минздрав как раз ежегодно даёт статистику, что ежегодно снижается потребление алкоголя, ежегодно снижается потребление табака, в том числе и потому, что всячески ограничивается реклама. Но, безусловно, и есть пропаганда здорового образа жизни. Поэтому вот для таких компаний, как представляющий, так сказать, алкогольный рынок, я бы всё-таки готовился к ещё большему ужесточению рекламы везде, в том числе и в интернете. Понятно. Сергей, прокомментируйте странно-национального рекламного альянса. Сергей Васильев так хорошо с утра рассказывал про динамику, про то, что у нас будет расти спрос на телевизионную рекламу, а все эти ограничения так или иначе будут же влиять на этот параметр. Нет, но это немножко разведённые вещи. Понятно, что есть объективные тренды, связанные с ростом рекламного рынка, поскольку этот рост, он на самом деле носит догоняющий характер, как мы понимаем. Сколько, если мы возьмём цифры потребительского рынка 2008 года и посмотрим, где сейчас находится потребительский рынок, мы увидим, что он вырос в два с половиной раза. А рекламный рынок, он вырос на два десятка процентов с того времени. Понятно, что, в общем, есть большое отставание, и мы будем догонять. Что касается ограничений, то есть они не сильно будут влиять на спрос. Что касается самих ограничений, то мне представляется, что зачастую те запреты и ограничения, которые принимаются законодателями, к сожалению, ради, собственно, запретов и ограничений принимаются. Потому что, если мы будем брать ту же самую стратегию здорового образа жизни, которую зарабатывает Минздрав, мы понимаем, что в Российской Федерации нет наработанной статистики вообще никакой. То есть там даже параметры установить какие-то, которых мы должны достичь в какой-то перспективе, совершенно невозможно. Поэтому прежде чем вводить какие-то запреты и ограничения, надо посмотреть, а что у нас происходит на самом деле. При этом есть же нормальные случаи в других странах, которые отрабатывались без всяких ограничений. Я тут на одном из телевизионных каналов недавно видел хороший кейс в Финляндии. В Южной Финляндии, в Северной Карелии, финны обратили, что у них средняя продолжительность жизни на 10 лет меньше, чем в среднем по стране. Но причина – это сердечно-сосудистые заболевания. Посмотрели на диету, увидели, что люди потребляют много пшеничного хлеба, сливочного масла и мало двигаются. И финны – это было в 80-е-90-е годы. Они разработали программу, которая в корне поменялась ситуация. Они пересадили, соответственно, жителей этих регионов на ржаной хлеб, но не запрещая ничего, ничего не ограничивая, а просто вернув производство ржаного хлеба и, соответственно, на оливковое масло. И при этом пропагандировали всячески вот эту скандинавскую ходьбу. Достаточно короткий промежуток времени продолжить жизнь увеличилось на 10 лет. Причём, как говорят, в 80-е-90-е годы, когда вообще законодательство в Европе относительно коммуникации было крайне либеральным. То есть там не было никаких серьёзных ограничений. Без всяких запретов обошлись, потому что у людей была позитивная программа. То, что нам предлагают зачастую депутаты или некоторые министерства, например, Минздрав, я там вообще никакой позитивной программы не вижу. Но её нет. Ребята, ну, если вы хотите как-то поменять поведение людей, ну, то начните с ними эффективно коммуницировать, объяснять, что хорошо, что плохо. Ну, вот вы запретили мне, например, что-то есть конкретное. А что я должен есть правильно? Как я должен питаться? При этом надо понимать, что, опять же, когда мы говорим об этих страшных вредных веществах, там, соль, сахар и тому подобные вещи, мы должны осознавать, что основная часть этих продуктов, она поступает в организм человека не через полки с готовой едой, там, или с полуфабрикатами, или там в ресторанах, не через полки магазинов, а люди просто, вот у них такие привычки питания. Ну, вот, у них есть определённые привычки консервации тех или иных продуктов с помощью соли, с помощью сахара. И вообще употребляют много соли и сахара безотносительно того, чем занимаются компании, которые производят те или иные продукты. Ну, надо людей просто образовывать, надо им помогать и объяснять, а не запрещать коммуникацию. При этом, соответственно, нет никакой позитивной динамики в отношении изменения привычек после того, как запретили рекламу табака или алкоголя. Наоборот, там, значения росли. Там, реальное изменение пошло после того, как, соответственно, по табаку появились ограничения в продажах, в употреблении табачных изделий и по алкоголю то же самое. То есть, вот, а то, что был запрет рекламы несколько лет, но мы не видели никаких позитивных историй. И потом мне странно, когда принимается какой-то закон, ребята, ну, вы хотя бы потом это мониторьте, как он вообще работает. Вы достигли поставленных целей или не достигли? Нет, не смотрят дальше. Давайте ещё один законопроект ограничений. Зачем это делать? Давайте что-то анализировать, смотреть, понимать. И потом, опять же, мы тоже избиратели. И нас не... Подождите. Да, у нас в отрасли работает миллион человек, извините. А с членами наших семей-то вот это значительно больше. То есть, наше мнение вообще никого не интересует. И почему вы считаете, что мы какие-то жулики и ищем какие-то лазейки постоянно? Мы граждане России ответственные, у нас у всех есть дети. И мы тоже хотим хорошей жизни. Почему нас жуликами воспринимают? Я ещё хотел это исполнительной власти добавить. Значит, первое. Нам вообще очень странно всегда слышать заявление о том, что пройдёт чемпионат мира по футболу, и тогда нужно будет отменить закон, разрешающий рекламу пива. Ну, честно говоря, мы видим очень наивные люди в Министерстве связи массовых коммуникаций. Мы, честно говоря, не верим в то, что депутаты Государственной Думы могли принять закон на время чемпионата мира по футболу, который угрожает жизнью и здоровью населения Российской Федерации. Поэтому мы абсолютно уверены в том, что они принимали взвешенные разумные решения, которые ни в коей мере не несёт ущерба здоровью их избирателей. И избиратели, конечно, это оценят. Второе, на что я хотел бы обратить внимание. Мы очень часто как раз в ходе наших дискуссий с Министерством здравоохранения обращаем внимание на одну очень важную вещь. Главную угрозу сегодня здоровью и жизни населения Российской Федерации несёт не тот алкоголь, который рекламируется или может рекламироваться по телевидению. Главную угрозу жизни и здоровью населения Российской Федерации несёт самогон, несут денатураты, несут разного рода крайне опасные вещи. Поэтому одна из тех задач, которые перед нами стоят, это задача воспитания и привития культуры употребления нормальных алкогольных напитков. И когда вы говорите о том, что ребёнок видит по телевизору, как пьют шампанское, и тоже захочет пить шампанское, знаете, ребёнок видит, как мама с папой глушат самогон. И если он по телевизору видит шампанское, то, может быть, это и будет, в общем-то, переход на новую качественную ступень развития. И ещё один момент. У нас конференция называется «Русбренд». Это очень важно, потому что мы из-за отсутствия рекламы угробили целый ряд отечественных алкогольных брендов. В каждом субъекте Российской Федерации в своё время начала подниматься и развиваться местная винная или алкогольная продукция. Но она могла выйти на рынок исключительно благодаря тому, что о ней должны были рассказывать. Без рекламы она не может выйти на рынок. Поэтому нет лучшего способа захвата нашего рынка и установления здесь монополии крупных иностранных производителей, чем запрет на рекламу отечественного алкоголя. Вот это прямая дорога к тому, чтобы сюда пришли и укрепились не «Русбренды», а «Инобренды». Татьяна, какова позиция ФАС по этому вопросу? Реклама – это всегда те ограничения, которые есть у нас в законе о рекламе, это всегда компромисс между бизнесом и между потребителями, между интересами бизнеса продать и правильными интересами бизнеса продать, и, в общем-то, заботой о гражданах. Поэтому как раз есть вот эти такие ожесточённые споры относительно того, кого нам надо в первую очередь защищать – бизнес или граждан. Но здесь это звучало, и я хочу обратить внимание. Граждане, потребители у нас, они должны быть думающими людьми. И если они видят рекламу жирных, сладких продуктов, они должны понимать, в каком объёме они их могут есть. Соответственно, говорить о том, что запрет рекламы тут же решит все проблемы и сделать нацию здоровее только от того, что будет запрет рекламы, конечно, это не так. Именно поэтому запрет рекламы тех же товаров с повышенным содержанием сахара, жиров, соли, конечно, он неправильный, и в таком контексте он не должен быть. Если говорить о том же безалкогольном пиве, то это именно безалкогольное пиво. И та реклама, которая сейчас идёт, она как раз идёт в том контексте, что в ней чётко указано именно на безалкогольный характер данного напитка. В этом смысле как раз и достигнут вот этот баланс, о котором я говорила в самом начале, что как раз потребитель должен понимать, какой товар ему рекламируют, и он должен делать выбор осознанно, понимая некие последствия, которые в том числе могут влиять на его организм. Возвращаясь опять-таки к продуктам, насколько я понимаю, сейчас как раз Роспотреб вырабатывает определённые подходы по маркировке продукции как таковой, не введению каких-то запретов с точки зрения рекламы, а при продаже товара, что как раз позволит делать осознанный выбор тому потребителю, который будет оценивать товар на полке магазина. И именно так должен работать вот этот вот маркетинговый ход. Спасибо. Абсолютно в этом отношении согласна с нашими коллегами из ФАСА, потому что мы вообще верим в то, что граждане Российской Федерации это дееспособные, вменяемые люди, которые в состоянии принять осознанный выбор. Потому что очень часто целый ряд наших нормотворческих инициатив, он базируется на том, что наши граждане клинические идиоты, которые под влиянием любого рекламного сообщения пойдут и сделают себе плохо. Вот мы в наших граждан верим. Я уж тогда пять копеек. Я сегодня в роли злого и плохого для отрасли. Нет, нет, вообще смелый человек. Вот прийти в зал, где сидит... И сказать, что это я всё написал. И сказать, ребят, это я. Что это я самый плохой. Да, я с вами согласен. Вот у нас ровно такие же дискуссии всегда в Государственной Думе. Вот сейчас у нас там министр выступает. Я вот выбежал к вам на часок. Значит, и мы всегда министру в лицо говорим, что мы согласны, что наши граждане, самые лучшие граждане в мире, у большинства или там у большого количества наших граждан высшее образование. У некоторых не одно. Есть и доктора наук, но есть дети. И вот когда мы переходим в категорию «есть дети», тут сразу у министра становится, так сказать, такое недопонимание. Ну хорошо, дети. Но дети же смотрят телевизор. Всё равно, что будет по телевизор безалкогольная водка. Давайте, и вот там реклама, значит, там, мама, папа, дети, и вся семья, значит, включая грудных. Это же безалкогольная водка. Ну давайте мы все выпьем безалкогольной водки. Но этой же рекламы нет на телевидении. Поэтому я вот свою исключительно позицию, значит, высказываю. Моё мнение, что безалкогольное пиво в ближайшей перспективе, я не говорю, что там год-два, но этот вопрос в Госдуме обсуждается. Вот такие двойные стандарты, их не будет. К этому надо готовиться. Мы добьём этот вопрос, что не будет такого безалкогольная, давайте это выпьем и так далее. Это не так. Любой формат, там, напиток, дрожжевой, там, как угодно это называете, там, пускай он даже, там, по дизайну будет похож, там, на Балтику-7 или на другой, там, бат или что там вы рекламируете. Но просто вот фраза «безалкогольная водка», «безалкогольное шампанское», «безалкогольное вино», «безалкогольное пиво» – такого в рекламе не будет. К этому надо готовиться. Это не лично моё мнение, это мнение, ну, как бы, большого количества депутатов. На период Чемпионата мира, понятное дело, что все депутаты, они, как бы, ну, с пониманием относятся, что надо стадионы достроить там и так далее, там, команды спонсировать. Мы это понимаем. Но перспективу надо чётко понимать, что в ближайшее время это будет вектор борьбы. И ещё раз говорю, здесь не о том, что люди у нас там безграмотные, это речь о том, что просто поставлен тренд, здоровый образ жизни, как его достигать. То есть вам подсказку дали рекламщики, напиток с пузыриками на основе хмеля, не пиво, можно. Изобретайте, да, потому что вот, ну, вот именно фраза водка, вино, пиво, оно должно уйти из обихода. Там изобретать уже дальше, это уже творчество, креативщиков. У меня такой вопрос. Если, допустим, статистика будет конкретно показывать, что эта реклама, как раз, работает на оздоровление нации, что народ будет потреблять больше безалкогольного пива и меньше алкогольного, вы всё равно будете принимать вот эти вот ограничения, независимо на это, независимо от здравого смысла? Ну, прокомментирую. Тут, ещё раз говорю, всегда комплексный подход. Когда вот правительство говорит, что мы действительно видим тенденции, что стали пить больше безалкогольного пива, но и при этом стали пить больше суррогатов, там, растворителей, я не знаю, там, каких-то жидкостей, там, всяких разных. Так это ведомство МВД, это они должны заниматься и бороться с нелегальным алкоголем, там, и так далее, там, подобное, там, с аптеками, которые, вот, там, Бронцалов продаёт, там, значит, Боярышник или что-то. Это другое ведомство. Есть Минздрав, у него свои показатели. Есть мы, мы отчитываемся перед нашим избирателем. Есть Минсвязи, которые действительно заинтересованы, чтобы отрасль росла, ну, рекламная. Ему всё равно, ну, как бы, министерству всё равно, что растёт. Там, я не знаю, продажа морковки или соков полезных, там, и, там, не знаю, любой, там, полезной, там, гречки, там, и так далее. То есть я не вижу на центральных каналах рекламу гречки или, там, рекламу, там, не знаю, чего-то ещё полезного, моркови, там, помидоров, огурцов. Этого нет. Есть совершенно другие товары, которые не всегда полезны. Поэтому надо понимать, что пускай компании, которые занимаются производством алкоголя, пива и так далее, займутся производством сока. И пускай у них там будет двукратный рост продаж, а пиво пускай стагнирует. Позиция нас, депутатов, что просто, если отрасль алкогольная, ну, будет, так сказать, постепенно снижаться и здоровье граждан будет расти, это и есть наша цель. У нас нет цели, чтобы рекламный рынок от продажи, там, или вообще, там, компании, продающие алкоголь, сигареты, чтобы они росли. У нас задача обратная, чтобы они как раз стагнировали, чтобы они вообще по всей планете исчезли, чтобы у нас была здоровая нация. Вот у нас разные совершенно задачи у Госдумы и у тех чиновников, которые отвечают за рост. И рост любой ценой. А нам нет. Если позволите, я думаю, что есть уже определенный позитив от этой дискуссии, потому что вначале мы уже запретили после чемпионата мира, уже два года, я слышу, это уже хорошо. И соки разрешили, хотя бы не сахар. И сахар уже нормально. Я просто хочу привести пример, который буквально сегодня, по-моему, в СМИ прошел, может быть, вчера, о том, что Финляндия – это страна с северным типом потребления, где одно из самых жестких законодательств вообще в мире, пошли по пути как раз-таки либерализации. То есть они отменили государственную монополию на спирт, разрешили продавать не только в алкомаркетах, которые были государственные уже там везде, часы, время продаж, способ продаж и так далее. Это все пересматривается, в том числе даже интернет-продажа. Это просто по поводу законотворчества и то, куда развивается даже весь остальной мир. И просто короткие цифры, безалкогольное пиво, если вы там думаете, переживаете, что это некий драйвер алкогольного пива или алкогольных напитков здесь, то в Европе оно растет двойными цифрами. И в некоторых странах, например, как Испания, это уже там более 7% всего рынка, что очень много для безалкогольного пива. Спасибо. Уже последнее просто. Нам лучше, если будут пить квас. Вот и все. Пусть пьют квас. Купите компанию производства кваса и заливайте деньги в рекламу кваса, соков, воды. В квасе больше алкоголя, чем в безалкогольном пиве. И прекрасно, пускай пьют квас. Да, мне кажется, ключевое слово нашей дискуссии – понимание процессов. Потому что очевидно, что у всех оно очень разное. В связи с чем вопрос к Алексею Поповичу, как к исполнительному директору Росбренда. А не планируются ли какие-то диалоги с властью, особенно, видимо, с Госдумой, для того, чтобы это понимание достичь? Ну, диалог у нас уже, по-моему, сегодня идет, достаточно бурный. Хотя вот я понял, в чем надежда нашей отрасли, в том числе и наших партнеров из рекламного бизнеса. Государству нужны большие проекты. Если у нас возникнет еще какое-то спортивное мероприятие, то депутаты пойдут навстречу и нам рекламу разрешат. Хотя вот для меня какой-то силлогизм определенный, потому что если человек выпивает и напивается нашим российским вином, то это как бы нормально. А если он пьет пиво, то вроде и с водкой, наверное, это плохо. Поэтому хотелось бы, когда принимаются такие решения, я полностью согласен с Сергеем Пискарем. Все-таки, наверное, надо опираться на какие-то серьезные факты, на, может быть, международную практику, потому что, к сожалению, мы с таким экстремизмом постоянно накладываем на себя какие-то ограничения. Хотя есть и мировой опыт, который показывает, что вот недавно вышло исследование WFA, которое показало, что, допустим, в Европе на один вложенный в рекламу евро экономика получает 7 дополнительных евро в своих ВВП. А, собственно говоря, почему народ пьет-то, если мы уж сегодня целый день говорим о том, что народ пьет, да потому что ему плохо. Просто если у него есть доступная водка, пьет доступную водку. Если у него нет доступной водки, он пьет суррогат, как это было в Сибири. И чем водка становится дороже и менее доступной, наверное, человек, он и потребляет меньше настоящего оригинального продукта, ищет его заместитель. Поэтому, с моей точки зрения, есть баланс. И главное, о чем мы говорили коллеги из пивной индустрии, мы всегда говорим, у нас есть желание, как индустрия, и серьезное намерение идти по пути саморегулирования. К сожалению, многие наши хорошие инициативы, они не замечены, хотя уже, если, уважаемые депутаты, посмотрят, то крупнейшие рекламодатели давно не тагетируют рекламу своих продуктов. Детская аудитория, ниже 12 лет на телевидении. Коллеги из пивной отрасли прошли долгий путь. В общем, от «давай пойдем за Клинским», и теперь уже это другая абсолютно атмосфера, когда мы видим большую цифру ноль. Поэтому наша-то задача, мне кажется, встречаться почаще, все-таки обсуждать и пытаться друг друга услышать. Потому что, если мы не будем друг друга слышать, в конце концов, цель-то у нас одна. У нас большая страна, экономику которой надо развивать. И мы все это можем легко сделать, потому что ведь миллион работает в рекламной индустрии. Среди производителей, которые генерируют бренды и создают бренды в России, тоже, наверное, не один миллион людей. И главное, что я полностью согласен с Алексеем. Опять мы к алкоголю возвращаемся. Ведь, к сожалению, если посмотреть и провести опрос на Западе, что знают про Россию. Но я не говорю про Владимира Владимировича, которого знают все, наверное, в мире. Но какие продукты? Большой театр, водка, ну и, наверное, автомат Калашникова. Вот с чем ассоциируется задача. А наша задача – создать мощные национальные бренды, которые мы могли бы продвигать. А как мы сможем создать эти бренды, если их фактически инструментарий по их созданию будет крайне ограничен? Мы помним великие русские водки, как столичные, московские. Ну, кто их видит на полке? Может быть, еще все помнят про них, но никто не знает, что это такое уже. Мы потеряли много больших советских брендов, которые постепенно умирают. И сокращая рекламный инструментарий, я думаю, мы только лишаем нашу продукцию определенным будущим. Тем более, мы много говорим о создании бренда России, сделанной в России. И мы не сможем продвигать это, если мы даже внутри России свои продукты вынуждены будем, я не знаю, используя какие-то ловушки, наоборот, лазейки, которые есть в законодательстве. Я считаю, что законодательные ограничения толкают отрасль на какие-то поиски других путей. Поэтому мы, собственно говоря, то, что я хотел сказать, давайте больше общаться, потому что недостаток общения, он приводит к дискуссиям, к сожалению, на других площадках. А мы многие вопросы могли бы снять, объясняя друг другу свои позиции. Большое спасибо. Спасибо вам. Я надеюсь, что диалог по ограничениям в рекламе также продолжится за рамками для бренда. Я думаю, что это будет в интересах всех сторон и участников дискуссий. Немножко отойдем от ограничений. Вы, Алексей, упомянули о таргетировании разной возрастной категории. А у меня в связи с этим вопросом. Считаете ли вы эффективными возрастные маркировки в рекламе товаров и услуг? Потому что, например, нашу конференцию сегодняшнюю рекламировали на радио «Эхо Москвы». И там стоял такой дисклеймер, что это все для 18+. Зачем нужна эта информация? Какой смысл она несет для разных товаров и услуг, особенно если здесь никакого вреда для детей в принципе нет? Какая позиция ваша, Алексей? Наша позиция, что вообще возрастная маркировка не работает, потому что я еще не видел ни одного человека, кто смог бы мне на пальцах объяснить, в чем, например, заходит. Включается разница в продукции 12+, 16+. Потому что вот если еще по 18+, мы более-менее понимаем, там любой юрист говорит, что 18+, вопросов нет, мат, порнух, расчлененка. На конференцию у нас так, да, примерно? Да, поэтому вы, видимо, вот… Попали сюда. Я не знаю, что вы делали здесь до нашего прихода, что оказались в категории 18+, но вот разницы между 6+, 12+, и 16+, точно никто сказать не может. Более того, ну, мы, например, понимаем, что мало того, что никто не может сказать, собственно говоря, никто на это и не реагирует, потому что, ну так, как говорится, для успокоения ввели, ввели. Поэтому мы как раз поддерживаем в свое время высказанное предложение, что нужно вообще сделать только 18+, и жестко ее соблюдать, а со всем остальным не мучиться. У нас, кстати, был очень забавный случай, когда только ввели маркировку, нам в министерство написал школьник, который выразил неудумение, почему вот 16+, а следующее 12+, а ему 11 лет. Он говорит, мои права как 11-летнего нарушаются. Логично. Мы не к тому, чтобы коллеги из Государственной Думы сделали маркировку на каждый год. На каждый день. Да. С другой стороны, мы видим, что периодически все же зависит еще от того, как подходить и как спрашивать за выполнение закона, потому что есть, помимо там смешных вещей, некоторые вещи странные и обидные. Когда ввели эту маркировку, то многие телевизионные каналы...